Добрый день, дорогие друзья! Сегодня день установления Тайной Вечери Евхаристии. И я бы хотел вам напомнить несколько важных событий Ветхого Завета, которые прообразовывают евхаристическое таинство. Начнем, пожалуй, с Милхиседека. Это царь Салима, одновременно и царь и священник, уединенный царь, непонятно, кто его подданный, вышел к Аврааму с хлебом и вином после победы Авраама над князьями садомскими. И благословил Авраама, и Авраама принял от него благословение как низший, потому что без прикословия принимается благословение низшим от высшего. Этот Милхиседек, он, будучи царем и священником, явно с хлебом и вином прообразовывал в себе царя и священника Господа Иисуса Христа, который первосвященник грядущих благ, и царь царей. И так написано на бедре у него, когда он на коне появляется. В одном из видений Апокалипсиса. Царь царей и великий архиерей. Вот вам такое древнее, из глубины веков, пророчество о Евхаристии. И потом в Псалмах, в 109-м Псалме, говорится, «Ты и си ирей вовек, почины Милхиседекову». Потом очень важное событие – это питание, долгосрочное питание манна еврейского путешествующего многочисленного народа. Они не сеяли, не пахали, а только вот толкли в ступах то, что им Бог рассыпал по утрам возле стана, и ели это, пекли из-за лепешки, из этой небесной пищи. И это было в знамении Евхаристии. Потому что манна – это неизвестное вещество. Манна – это по-еврейски «что это?». То есть они спрашивали, что это такое? Манна, манна, что это? Вот это «что это» они ели, у манны нет имени. Это небесный хлеб. Псалмы говорят так – небесный хлеб дал им есть. Горсть манны была положена в ковчег Завета на вечную память в роды родов, который хранился в святом святых. Ковчега нет, храма тоже нет, манна тоже пропала, но Писание осталось. И мы видим, что это питание манной в пустыне – это прообраз Евхаристии. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. «Я вам дам такую пищу, от которой вы будете есть и не умрете», – говорил Христос. «И пища, которую я вам дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». То есть плоть Христова, которую мы едим, которая была распята, которую мы едим в Евхаристии, она является связанной по смыслу с манной, которую ели в пустыне. Кроме этого, есть интересный эпизод в житии пророка Ильи, когда он готовился к длинному путешествию на гору Божию и Хариф, и ангел Божий толкнул его в ребра, говорит, «Встань, ешь и пей». Он встал, поел, попил там что-то, что ему ангел принес, и лег спать. Опять проспал несколько суток, тут опять вот толкнул в ребра, говорит, «Встань, ешь и пей». Он опять ел и пил, потом поднялся, и в силе этой пищи съеденной шел 40 дней, аж до места встречи с Господом Богом. Это очень похоже на то, что ожидает каждого человека – на предсмертное причастие и сорокадневное путешествие в иновую страну, для встречи с Богом и ответа за прожитую свою бедную жизнь. Вот такие яркие пророчества о Евхаристии преподаются нам Ветхим Заветом. Милхиседек, Манна, Илья. Мы же должны причащаться регулярно по воскресеньям и праздникам, любить причастие и без него не мыслить христианство, потому что христианство меряется Евхаристией. Сегодня, кто причащался, поздравляю всех, а кто нет, но должен или хочет, или готовится, то, дай Бог, принимать святые тайны неосужденного здравия души и тела в наследие Царства Небесного, в умножении всякой благодати. Аминь. До свидания.